В эфире Вести Приволжского федерального округа. Сегодня в программе. Об этих и других темах в программе Вести Приволжского федерального округа. В Саратове всерегулярные рейсы переведены из старого аэропорта «Центральный» в новый аэропорт «Гагарин». Его построили с нуля в чистом поле в 30 километрах от областного центра. Из иллюминатора самолета Волжскую волну, застывшую в стекле и металле, видно еще на подлете. Современный аэровокзальный комплекс принимает первых пассажиров. Историческое событие. Аэропорт «Гагарин» встречает свой первый рейс. Это самолет из московского Внуково. Все прошло в штатном режиме и точно по расписанию. Лайнер промчался по полосе, встал у терминала. Дежурившие рядом пожарные машины сделали ему так называемую водную арку. Это традиция при встрече первого самолета. Все было прекрасно у нас. Посадка была превосходная на эту прекрасную полосу, новый аэропорт. Сегодня, конечно, у нас праздник у нашей компании, сегодня первый рейс. И мы первые в аэропорту «Гагарина». Мне очень приятно было выполнить этот рейс. 177 человек – первые пассажиры рейса из Москвы. Они еще не успели получить багаж, но уже масса впечатлений. Очень красиво, просторно, современно. Пока все устраивает. Все хорошо, все понравилось. Взлетная полоса, диспетчерский пункт и современный терминал – все построено с нуля. Новый аэропорт пришел на смену старому, который расположен в городской черте и давно устарел и морально, и технически. Он был способен принимать только ближнемагистральные самолеты малой вместимости. Теперь же здесь, в аэропорту «Гагарин» готовы встречать все типы авиалайнеров. Сегодня перевозчики, вместо того, чтобы 6 раз в день летать на маленьких самолетах, начинают 3-2 раза летать на большом самолете. Поэтому абсолютно прогнозируемый факт. Новый аэропорт, в отличие от старого, оснащен современными телескопическими трапами. И взлетно-посадочная полоса здесь значительно длиннее – 3000 метров. В первый день работы – 8 рейсов на вылет и 9 на прилет. В том числе один международный рейс в Турецкую Анталью. С его пассажирами встретился губернатор Валерий Радаев. Глава региона осмотрел зону таможенного контроля и зал международных вылетов. А на площади перед терминалом состоялось награждение отличившихся сотрудников при строительстве аэропорта. Рядом с аэропортом железнодорожная станция. В ходе своего визита в воздушную кавань Валерий Радаев обсудил строительство крытого перехода от платформы к аэропорту. Учитывая, что здесь чуть более 200 метров, но надо делать его всепогодные и всесезонные. До Гагарина уже запустили автобусы. Добраться до аэропорта можно и на автомобиле. Специально для этого построили две новые дороги. А чтобы избежать пробок на железнодорожном переезде, в следующем году начнется возведение путепровода на южном автоподходе. Здесь чтобы была эстакада. Никакого сдерживающего фактора, чтобы здесь не было. С этого дня старые воздушные ворота заканчивают свою почти 90-летнюю историю. Теперь все самолеты будут садиться и взлетать в новом аэропорту Гагарин. Чебоксарский индустриальный парк пополнился еще одним заводом. Он специализируется на производстве турбокомпрессоров своей торговой марки и ремонте турбин абсолютно всех производителей. На площади в тысячу квадратных метров в Чебоксарах теперь производят более 100 видов турбокомпрессоров и более 200 видов комплектующих. Производство частично перенесли из Украины. По словам генерального директора предприятия, местом дислокации выбрали Чебоксары, потому что это самый центр России. И отсюда удобнее поставлять готовую продукцию в различные регионы страны. Без каких-то проблем мы взяли землю, спокойно начали строиться и сдали в эксплуатацию. И никаких препонов по сути нам не чинил никто. А наоборот еще больше помогали. То есть мы за это очень благодарны. На самом деле инвестиционный климат в Чувашии очень здоровый. Именно здоровый. У нас несколько заводов в разных странах и нам есть с чем сравнивать. В новом цехе производство на 80% автоматизировано. На заводе поддерживают отечественного производителя. Некоторые станки заказывали из Твери. А вот эти машины уникальны. По внешнему виду это одни из самых мощных станков советских времен. Однако нашпигованы они современной электроникой. Кстати, помогали собирать начинку чебоксарские специалисты. Здесь обрабатывается чугунная часть турбокомпессора. Основные потребители предприятия – транспортные и дорожно-строительные компании, фермерские хозяйства России и СНГ. Проект реализуется в два этапа. Общий объем инвестиций предположительно составит 102 миллиона рублей. В Башкортостане сотрудники МЧС совместно с судебными приставами провели профилактический рейд по маломерным судам. Его цель – обеспечить безопасность, выявить доложников, а также проинформировать владельцев катеров и гидроциклов об изменениях в законодательстве. Этим летом любителям отдыха на воде приходится ловить каждую возможность прокатиться на быстроходном катере по Паловскому водохранилищу. А значит, для экипажа этого судна начинается служба на страже порядка и безопасности. Такие рейды сотрудники МЧС совместно с судебными приставами выезжают регулярно. Цель – не допустить нарушений со стороны владельцев маломерных судов. А их немало. К примеру, водитель этого гидроцикла уже издалека привлек внимание госинспекторов. Ознакомившись с документами на катер и аквабайк, стало ясно – интуиция не подвела. У вас просрочен срок, дата техническая свидетельствия на гидроцикл. Катер тоже. Мужчину в модной экипировке эта новость крайне удивила. А пока он еще не успел отойти от легкого шока, судебные приставы проверили его по базе на наличие задолженностей. Их, к слову, не оказалось. Опомнился нарушитель только к тому моменту, когда на него составляли протокол. На учет поставишь, налог оплатишь, на права выучишься. И все равно что-нибудь да найдется. Так или иначе, штраф в размере 5000 рублей оплатить придется. К тому же мужчина теперь уж точно ознакомится с законом. Техническое освидетельствование судна необходимо проводить раз в пять лет. А месяц назад в кодекс были внесены изменения. Произошли изменения в нашем кодексе административных правонарушений. Значит, они, где раньше было задано нарушение, как техосмотры, пассажировместимость, бортовые номера. 500 рублей тысяч, а сейчас от 5000 до 10 тысяч. А вот этот катер привлек инспекторов тем, что с правого борта у него не оказалось номера. Когда суда сошлись, завязался долгий разговор. Мужчина спорил и упорно доказывал, что номер у него все-таки есть, но только слева. Номера у меня есть с той стороны. Пожалуйста, давайте сейчас боком повстаем. Вы же не можете ходить только тем номером, каким он. Мы вас видим, но отсутствие номера. Мы вас остановили из-за этого. У вас нет бортового номера. У меня нет бортового номера. Более того, бортовой номер должен быть и с внутренней стороны. Узнав об этом, мужчина все-таки сдался. Далее рейд проходил уже спокойно. Сотрудники МЧС проверяли суда о судебной приставы их капитанов на наличие долгов. Если таковые имеются, должник обязан оплатить штраф на месте. Если должник не оплатит штраф на месте, либо штраф, либо иное имущественное взыскание, которое в зависимости от суммы задолженности, возможно даже обращение взыскания на транспортное средство. Как отмечают инспекторы, рейды носят исключительно профилактический характер. Для общего понимания, что безопасность на воде прежде всего. И чтобы не омрачать отдых, нужно задуматься заранее о исполнении всех требований закона. Проект «Навигатор дополнительного образования» в тестовом режиме начал работать в Нижегородской области. Специалисты различных образовательных организаций и учреждений обсудили, какие перспективы он открывает перед родителями и детьми. В Кустовский район. Сейчас попробуем подтвердить ребенка, его заявку. Навигация по «Навигатору». В Нижнем Новгороде собрали педагогов дополнительного образования, чиновников, методистов, всех, кто будет отвечать на вопросы родителей, помогать им пройти регистрацию на портале. Прежде чем консультировать других, учатся сами. Заполняем все поля без пробелов и дожидаемся подтверждения нашей регистрации. «Навигатор» должен стать единым информационно-справочным ресурсом. Здесь предполагается собрать информацию о всех учреждениях дополнительного образования региона. Для того, чтобы не приходилось просматривать десятки сайтов. Проект в этом году реализуется на территории всей Нижегородской области. У каждого муниципалитета будет возможность добавить в «Навигатор» свои образовательные программы, рассказать о своих возможностях на территории своего муниципалитета. Среди участников немало тех, чьи дети смогут воспользоваться возможностями «Навигатора». Поэтому оценивают систему не только как специалисты. Я вижу педагогов, я вижу расписание. То есть мне не надо идти в учреждение. Я все красочно, красиво вижу. Я понимаю, чем будет заниматься ребенок. Пока «Навигатор» работает в тестовом режиме, но свои заявки родители могут подавать уже сейчас. Это будет иметь практический смысл и для учреждений дополнительного образования, и для самих родителей, поскольку важно понять, какова наполняемость групп, насколько востребованы те или иные направления, и, возможно, потребуется усиление как раз этих направлений. На внедрение проекта отводится три года, но в полномасштабную работу «Навигатор доп. образования» в регионе планируют запустить уже в этом году, чтобы было время на отладку и реализацию дополнений. Татарстан принимает участников Международного чемпионата рабочих профессий WorldSkills. Для конкурсантов, волонтеров и организаторов в Казани официально открыли деревню чемпионата, где есть все для положительного настроя на соревнования. Осматривать окрестности деревни WorldSkills гораздо удобнее в движении, поэтому для журналистов организовали специальные пресс-туры. Вот сейчас мы едем в лаунж-зону, в зону отдыха участников. Можно поиграть в уличные игры от бадминтона и пинг-понга до фрисби и твистера. Можно взять уроки рисования, йоги, зумбы, пилатеса. Погода такая же теплая, как и в моей стране. Можно встретить много людей из разных стран, познакомиться и просто хорошо провести время. При этом атмосфера в деревне WorldSkills царит просто фестивальная, особенно в день открытия. На церемонию поднятия флагов стран-участниц все команды старались привлечь к тебе как можно больше внимания. Заряжая других своей энергетикой и настроем. Лучшие из лучших приехали в Россию, сюда, в город Казань. Выставочный центр готов, деревня готова, и мы готовы к чемпионату. Для меня большая честь присутствовать на официальном открытии деревни WorldSkills и аллеи флагов. 63 делегации и 5,5 тысяч участников, организаторов и волонтеров, которые будут жить в деревне WorldSkills. Из них 1300 конкурсантов. Таков масштаб мирового чемпионата рабочих профессий 2019 в Казани. И несмотря на то, что официальным слоганом чемпионата является Future on your skill, будущее в твоих руках, я хотел бы на этом сплаве разных культур, наций, стран пожелать всем мыблдраву с кугеда. А чтобы это событие осталось в памяти на долгие годы, следуя доброй традиции, в партии деревни WorldSkills. Команду участников посадили деревья. В Ульяновске на аэродроме «Белый ключ» прошли соревнования по парашютному спорту среди десантников. За право называться лучшими боролись бойцы ВДВ всех воинских частей и соединений России. Военный вертолет принимает на борт очередную партию парашютистов. Десантники со всей страны поднимаются в небо над Ульяновском, чтобы в очередной раз доказать. Небеса для них родная стихия. Вертолет Ми-8 уже взлетает. Сейчас на его борту 10 бойцов. Уже через несколько минут они будут высоко в небе. Их задача десантироваться и приземлиться в той самой точке. И точкой это не преувеличение. С высоты 1200 метров парашютисты приземляются в крошечную мишень диаметром 2 сантиметра. В руках натянутые стропы, в голове десятки комбинаций. Там высоко в небе мелочей не бывает. За считанные секунды нужно прикинуть расстояние до цели, сделать поправку на ветер и сгруппироваться перед приземлением. Как где-то дым показывает, как флаги в какую сторону повернуты, как сильно указатель ветра отклоняется от горизонта. Сразу несколько вводных и корректируется в мозгах уже, как компьютер обрабатывает цель. Свободное падение продлится совсем недолго, примерно 10 секунд. Потом военный включает все свои навыки. Сомнение долой, купол над головой. Через 2-3 минуты десантник уже на земле. А чтобы затяжной не случайный прыжок увенчался успехом, опытные мастера дают совет. Ну и надо, чтобы это упражнение очень нравилось. Тут без этого никуда. Кто познал эту простую истину, с небом вовек не разлучится. Шагнуть в неизвестность и воспарить над пространством чувства, которые нужно переживать снова и снова. Это адреналин ничем не сравнимый. Сложно передать словами. Очень здоровское ощущение на самом деле. Но для них это не только адреналин. Это необходимое умение для каждого десантника. Ведь у них, как заметил классик, нет свободных падений с высот. Но зато есть свобода раскрыть парашют. Мы смотрели программу «Вести» Приволжского федерального округа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин